Воспитанникам Донецкого интерната показали чеченских волков, обрезы из железной кровати, а затем сняли у школьников отпечатки пальцев. Все это в присутствии робота-сапера. На необычной экскурсии, организованной экспертами-криминалистами, побывал Алексей Куделя. Только направлять вверх. Вверх, вверх. Нет. Еще. Потолок. Первым делом воспитанница интерната Маша подошла к стенду с оружием. Говорит, в компьютерных играх с автоматом Калашникова она обращается более умело. Мечта школьницы – стать милиционером. Однако друзья настойчиво отговаривают ее от этой идеи. Ну, хотела бы быть милиционером. Стать милиционером, да. Но теперь уже разубедили меня. Теперь не хочу. Ну, как-то, не знаю. Ну, для меня это не девичье дело. Работа, точнее. Чеченские волки из Грозного. И даже самопалы из обычной железной кровати. Такой арсенал оружия не только школьники, но и преподаватели видят впервые. Ну, я считаю, такое оружие только нужно для защиты вообще. И им должны, будем говорить, управлять мужчины. Ну, направьте вниз, мне страшно. Поэтому я говорю, что только защита, ну, причем без вот этого прибора. Милиционеры надеются, что среди сегодняшних экскурсантов найдутся желающие пополнить ряды экспертов-криминалистов. Мы увидели в глазах детей интерес к этой профессии. И надеемся, что это такая страничка, о которой будут вспоминать всегда. Даже если они не свяжут свою дальнейшую жизнь с работой в милиции, тем не менее, у них останутся приятные впечатления от общения с нашими сотрудниками. Воспитанникам интернатов вручили сладкие подарки, а затем сняли у них отпечатки пальцев в познавательных целях. Также показали, как отличать настоящие деньги от фальшивых. Однако главным сюрпризом стало знакомство с электронным сапером. Робот решил проинспектировать и нашу съемочную группу. Не обнаружив взрывчатку, все же вернул микрофон.